Шо? Опять? Итак, всем доброго времени суток, дорогие друзья! Рад приветствовать в нашей секте свидетелей тупых вопросов. Значит, сейчас зачитаем что-нибудь, что нам прислали там сегодня. Какие вопросики? И поржем, посмеемся, может, даже что-то людям посоветуем. Дельное и полезное, чтобы они там ерундой не маялись. Потому что, ну, такое бывает иногда, что просто прям вот вообще. Оторви и выкинь. Итак, начнем у нас с первой здесь Роман нам пишет. Че же нам там пишет Роман, а? Здравствуйте, росту 76 сантиметров, вес 89 килограмм. Полноватый есть жир? Подскажите, как мне надо заниматься, чтобы быть большим, с упругим телом, но без всяких рельефов? Ой, это же у нас, как бы, этот самый, ну-ка, не хочу быть качком, но хочу быть большим и с упругим телом. Главное, чтобы что-то другое было упругое, а все остальное пустяки, ребята. Итак, то есть, крупные мощные руки, упругий живот, а не бочку, если говорить грубо, жир в мышце. Реально ли это? Ну, во-первых, нереально, жир в мышце не переходит, потому что он не имеет достаточное количество компонентов для этого. Поэтому это, в принципе, невозможно. Вот. Ну, а для того, чтобы нарастить мясо, сначала нужно жрать с профицитом, наращивать массу. Вот. Масса, в принципе, у него здесь 89 килограмм. Это, как бы, неплохо, но если он при этих 89 килограмм выглядит, как какашка, поэтому ему нужно сначала вес набрать, общую массу нарастить, нарастить, вот. А потом делать, значит, фигуру, правда, ну, как бы, я не знаю, что он там, наверное, хочет, как пауэрлифтеры, выглядеть такой весь, прям этот самый. Ну, тогда подсушиваться до желаемого результата, чтобы не было сильного рельефа, но при этом ты оставался таким, ну, типа, большим. Вот. Так, что там у нас дальше пишут? Какую нам тут? Ахинею. Заколбасим. Так. Женя Миллер нам пишет. Что же он нам тут пишет? Добрый день. Хотел поинтересоваться, какие упражнения можно делать при грудном остеохондрозе. Сначала просто начало хрустеть в середине груди. Мужики сказали, что это грудак растет. Ну, да, он так растет, что прям проламывает мышцы такой весь, уж выпирает. Прям аж вообще. Вырасти так уж, раскроется на руку. Потом начался более сильный хруст и неприятные ощущения в середине груди. Ходил к врачу еще летом. Он сказал, что заниматься в зале нельзя. Я уже очень давно тренируюсь и не могу просто так взять и перестать заниматься. Подскажите, пожалуйста, как комплекс упражнений при дискомфорте в грудине мне подойдет? Ну, если же тебе врач сказал, ну, не лезьте туда, если у тебя такие проблемы есть, или нужно существенно ограничить нагрузки. Соответственно, с большим весом тоже работать нельзя. Можете штангу вообще нельзя жать. Поэтому работать исключительно только на тренажерах. Делать разводочки там всякие, бабочку делать, в кроссовере работать. А все остальное под запрет. Поэтому вообще, как бы, есть врачи, с ними контакты, держи и общайся. Поэтому, блин, вот идиотов всяких, которые в зале там советуют, просто вот так и вот так вот они тебе насоветуют, потом еще хуже будет. Так, следующий у нас Андрейка. Итак, есть вопрос, ребята. Скажите, можно пить, не колоть, а пить, например, пропианат? Знаю человека, который пьет и говорит, что работает, это можно делать. Ча? Идиотизм какой-то. Нафига инъекционные препараты пить? Ну, если ты боишься инъекций, тогда есть таблетки. Ну, купи ты себе там того же метана или еще чего-нибудь там и пей его. Зачем пить пропианат, масло? В принципе, оно вообще для этого не предназначено, для того, чтобы его употребляли урод, так скажем, да? Потому что, как бы, таблетки же не просто так сделали. Таблетки заключены в специальную оболочку. Они там по 17 альфа какой-то там забыл, короче, алькувированы. Вот, и сделано это для того, чтобы когда ты их пьешь, они смогли пройти через желудок и, в общем-то, не сдохнуть. Вот, от этой кислотной среды, ужасной, там, в общем, соляная кислота, если кто не знает, в желудке. Ну, и, соответственно, в самом желудочном тракте тоже все обрабатывается пищевыми ферментами. И вот это вот вещество заключает в таблетку для того, чтобы оно выжило и всосалось там через кишечник в кровь. И, соответственно, попало и начало работать. А инъекционный препарат, если ты его просто выпьешь, блин, ну, какая-то часть его выживет. Но большая часть его погибнет, потому что оно, ну, не имеет защиты вообще. Так что я не вижу смысла его вообще пить, это и противно, фу, масло, ля-ля, ужас какой. Так, что тут у нас дальше? Дальше нам Юлька пишет. Юля, итак, здравствуйте, скажите, пожалуйста, какие упражнения и тренировки лучше использовать для упругости кожи, живота и спины. Вес 62 килограмма, приросты 170, но кожа очень мягкая. Ну, конечно, она мягкая, ну, ты же не броненосец, понимаю, у меня тоже мягкая кожа, наоборот, гордись с тем, что у тебя кожа мягкая. Упражнения вообще к эластичности кожи никакого отношения не имеют, вообще никак не влияют абсолютно. На это влияют питание и витамины, ну, и какие-нибудь добавочки, то есть коллаген там и так далее. Вот, поэтому упражнениями тут вообще никак не помочь, так что это глупо. Так, следующий у нас вопрос, что там у нас пишет сладкий кекс. Здравствуйте, я вешу 58 килограмм, рост 84, хочу набрать мышечную массу, питаюсь хорошо, но не набираю массу. Какой батончик можно купить для набора веса? Ну, он типа про протеиновые батончики. Ну, дело не в батончиках, вот у всех что-то такое протеины ассоциируются с чем-то таким, вот прям вот если я сейчас выпью протеин или съем батончик, вот тот же же наберу 20-30 килограмм. Нет, это всего лишь пищевая добавка и ничего особенного там нету. Чтобы нормально набирать массу, нужно очень много есть. Это минимум 4000 калорий в сутки. Да, сложно иногда, жрать не хочется, но приходится в себя запихивать еду. Ну, по-другому просто никак. Ну, либо так, либо ходи с тем, что у тебя есть. Поэтому, как бы, также можешь купить добавочки, к примеру. Вообще, лучше в своем случае не протеиновые батончики топтать, а генер принимать. Генер, как бы, повысить существенно калорийность рациона. Вот, соответственно, углеводы, это же как бы хорошо для массы. И можешь еще взять креатин и карнитин. Все думают, что карнитин нужно принимать только на сушке, потому что он жиросжигающий. На самом деле, это не совсем так. Он также обладает еще свойствами хорошими для массы, потому что он лучше помогает усваивать белок. Так что он необходим. Вот такие вот деревьишки сегодня у нас были. Вопросики, значит, не из легких, и с этим не приходится сталкиваться. Так что подписываемся на канал, ставим лайки. Всем спасибо, комментируем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok